Возможно, все заметили, что когда люди пытаются что-либо сделать новое, они пытаются что-то скопировать. Соответственно, если мы пытаемся сделать что-то похожее на человека, либо такое же умное, как человек, то люди пытаются либо скопировать человека, и получается иногда хорошо, иногда плохо, когда роботы над нами издеваются. Ну, а если мы хотим что-то умное, то мы копируем наш мозг. Вот это вот мозг, он на картинке, у каждого из нас он есть, он состоит из шести слоев нейронов. Кстати, вот такой вопрос к аудитории. Кто знает, зачем в мозге у нас извилины? Можете с места крикнуть или руку поднять. Да, именно. На самом деле это очень неочевидно, и многие извилины нужны просто, чтобы увеличить количество нейронов и, соответственно, увеличить вычислительную мощность вашего мозга, ну, не догадываются. Ну, как бы, окей, мы пытаемся копировать мозг, но плохая новость в том, что мы не понимаем, как он работает до конца. И вот как, например, написал один из известных исследователей нейронных сетей Andrew NG, что в ответах на Quora, что, в принципе, весь наш диплёрлинг в нейросети — это что-то похоже на мультфильм, в котором мы рисуем мозги. Ну, то есть это очень-очень примитивная, простая модель. Но мы знаем некоторые интересные факты. Например, когда изучали визуальный кортекс котов, и, в принципе, эта идея частично пересекается с идеей серточных нейронных сетей, обнаружили, что есть определённые участки кортекса у кота, которые реагируют только на наклонные линии под разными углами. Интересный факт по поводу мозга человека — это нейропластичность. У нас есть определённые какие-то области, которые будут активироваться и при виде определённой актрисы, и если вы, например, прочитаете её имя с фамилией. Это будет одна и та же область, она будет реагировать на разные виды визуально-либо текстовой информации, но выдавать одинаковую активацию. Ну, в принципе, вот таких вот фактов мы знаем довольно много, но вот чтобы узнать, какой конкретно нейрон, на какую конкретно информацию активируется, если вы видите торт, либо чувствуете запах, мы не можем, то есть мы не можем сделать копию. Что сейчас есть на рынке и вообще в науке, чтобы, собственно, пытаться читать ваши нейроны и попытаться, допустим, сбилдить их в виде нейронной сети? Во-первых, это EG. Это очень простые маленькие дешёвые девайсы. Надеваете на голову, они сканируют электроактивность участков мозга, и разрешение у них максимальное до 2 сантиметров. То есть 2 сантиметра, сколько до нейронов влезло, мы можем померять их активность. А мне не минимальная, а максимальная. То есть меньше, чем 2 сантиметра мы не можем померять. Это самые крутые девайсы медицинские, вот эта вот фиговина, она коммерческая, и она гораздо хуже. В принципе, ну, вот выдает она что-то типа такого. Дальше эти данные вы можете, в принципе, скачивать с неё, анализировать на своей кухне в виде какого-то data science, если вам это интересно. Мы пробовали, получается плохо, ну, и в принципе, у всех, кого я знаю, у всех получается плохо. Но мы все имеем надежды, что когда-нибудь получится. Окей, если потом будете качать презентацию и смотреть тут всякие интересные и полезные факты про вот этот девайс, проклацаем их. Следующий девайс — это MRT, когда мы по давлению крови и по кровяным потокам пытаемся определить тоже, какая из областей мозга у нас работает. Это работает точнее, чем EG, но медленнее. Грубо говоря, мы не можем получать множество вот таких вот фотографий в секунду. Вот EG, оно одним потоком идёт, и мы имеем хороший temporal resolution, в этой штуке плохой. Ну и третий девайс, в принципе, всего как бы три основных. В нём сочетаются и хорошее разрешение по части, ну вот, там, сколько именно сантиметров я не скажу, оно меряет участки, но лучше, чем EG и быстрее, чем MRT. Но он страшно дорогой, большой, и никто им толком не умеет пользоваться. Нужно большое длительное обучение. Ну, если хотите об этом почитать дольше, то могу посоветовать вот эту вот книжку. Это конкретно про аппараты, которые, ну, как бы, с помощью которых пытаются изучать мозг. Вот эта вот книжка — это про алгоритмы, на которых наш мозг, собственно, работает. Вот эти вот ребята даже пытались нейронные сети, которые в точности, ну, как бы, копируют алгоритмы работы мозга делать. Они говорят, что они работают классно, но на тех же метриках, на которые классно работают стандартные нейронные сети, оно работает плохо. То есть они на какой-то своей метрике это меряют, и это пока не считается достижением. Окей, то есть мы знаем, что такое мозг, и что мы пытаемся его скопировать. Мозг состоит из множества нейронов. Нейрон выглядит следующим образом. У нас есть тело нейрона, которое какой-то сигнал принимает и отправляет его дальше. У нас есть вход в этот нейрон, и у нас есть выходы из него. Собственно, сигнал идет на тело нейрона, он там принимает какое-то решение, допустим, активируется и шлет его дальше. Нейронные сети искусственные, которыми мы, как бы, все занимаемся, они рассчитаны на то, что мы, как бы, делаем математическую модель вот этого нейрона. У нас есть, вот, похожее тело нейрона, которое высчитывает какую-то определенную функцию активации. В данном случае вот логистическая функция. У нас есть какие-то входы, которые мы перемножаем на определенные веса. То есть это, грубо говоря, один сет цифр перемноженный на другой сет цифр, который, как бы, на вход идет в эту функцию. Мы ее считаем, сколько она выдает. Нейронная сеть — это множество вот таких вот модулей, объединенные в одну большую сеть, когда выходы всех предыдущих переходят в выходы во все следующие. Там дальше будет картинка, иллюстрация. Ну, думаю, что если многие об этом знают, то, в принципе, это несложно. Ну, функция активации, например, сигмоида, это вот это вот выглядит следующим образом. Их бывает очень много, например, гипертангенс, rectifier unit, maxout, leak rectifier. Немножко больше про них. Например, maxout выглядит следующим образом. У нас есть слой из нейронов, мы объединяем их в какие-то определенные группы, например, по два нейрона, и выбираем потом максимальный нейрон, который выдал максимальную активацию из каждой группы. Вот, например, гипертангенс, он от сигмоида отличается только пределами. Сигмоида от нуля до единички, вот по оси Y, а тангенс от минус одного до одного. Ну, и вот rectifier unit. Чаще всего, например, в задачах сверточных нейронных сетей используют именно rectifier. Он быстрее учится, и, в принципе, на таких задачах более подходящий. И про нейронные сети. Мы знаем, что есть нейрон, нейрон пытается повторять нейрон в мозге, мы их объединяем в некую подобие сети, и вот у нас есть вход, у нас есть hidden layer, и у нас есть выход. Каждый из этих лейеров — это отдельный нейрон, который принимает на вход наши эти цифры, которые я говорил, перемножает их на веса и считает функцию активации. Все это началось, как я это, когда пытался этот вопрос мониторить с идеи персептрона, 1957 год, изобретенная Фрэнком Розенблаттом. И это было очень похоже на очень простую нейронную сеть. То есть у нас были, так сказать, модули-сенсоры, которые либо активировались, либо нет, в зависимости от того, есть там какая-то информация, либо нет. Они принимали значение либо нолик, либо единицу. У нас были ассоциативные модули, которые какие-то определенные паттерны пытались улавливать. То есть ассоциативные модули включались только если определенные из сенсорных модулей активировались. Ну и у нас был, собственно, модуль реакции, который активировался только если активировалось определенное количество ассоциативных этих модулей. Но это все похоже на нейронную сеть, в принципе, с этого все начиналось. перцептрон выполнял функцию линейного классификатора. И вот эта иллюстрация, что такое линейный классификатор. Допустим, у нас есть две кучки данных, типа красненькие и синие. То задача нашей модели — это провести некую разделительную линию между ними, так чтобы, когда мы получали какие-то новые линии, то мы могли посчитать, в какую из них надлиния либо подлиния попадает, и, соответственно, если ближе к единичке, это красный кластер или синий, ну и так далее. То есть это линейный классификатор, это классно работает. То есть у вас хорошо разделенные данные. Например, если вы попробуете в TSNI, это такой способ многомерные данные построить на двухмерной, ну либо трехмерной плоскости. Построить MNIST — это сет рукописных цифр. То вы увидите, что они очень классно разделяются. Грубо говоря, вы сможете кучу вот таких кластеров разделить множеством линий, и как бы это заметно. Проблема в том, что реальные данные часто неразделимы одной линией, и поэтому нам нужны более модели высокого порядка. Например, нейронные сети. Ну вот здесь нам нужна очень сложная баундер, и одной линией мы здесь не отделаемся. Нам нужно вот эту всю фигню как бы обвести границей, внутри которой у нас будет один класс, в ней ее будет другой класс. Например, сложных данных могут быть, например, фотографии собак, котов, которые часто пытаются отличать в качестве компетишена для визуальных нейронных сетей сверточных. Небольшое напоминание, как выглядят картинки. Я уверен, что все это знают, но слайд всегда включаю, потому что вдруг нет. Картинки для вас выглядят вот таким образом, картинки для компьютера выглядят, если это RGB пространство, как три матрицы из цифр. Цифра у нас от 0 до 255. Это светимость каждого пикселя нашей картинки. Соответственно, три матрицы, это три слоя, и вот с ними мы дальше работаем с помощью алгоритмов. Ну и снова-таки еще раз напоминаю, что нейронная сеть, она выглядит вот так вот. Часто мы с ней работаем. Это обычная fully connected нейронная сеть. Дальше о них расскажу, будут архитектуры. Проблемы. Проблемы, в принципе, как и в любом ML-алгоритме, есть всего две. У нас либо high bias, либо high variance. Что это значит? Допустим, у нас есть какой-то сет данных. Вот красные крестики — это наши данные. И мы пытаемся нашей моделью сделать аппроксимацию этих данных. То high bias — это когда мы слишком неточно их аппроксимируем, например, прямой линией. Ну вот видно, что когда мы попытаемся по этой прямой линии предикнуть новую точку, она попадет куда-то сюда и будет выбиваться из общего сета данных. High variance — это обратная проблема, когда мы настолько хорошо зафитили наши данные, что вот аж полностью-полностью все точки. И опять-таки, если мы попробуем предикнуть по оверфиченной модели эти новые значения, мы попадем куда-то сюда, и это тоже будет ошибочно. С полной долей уверенности мы будем предиктить только то, на чем модель училась. Ну и, соответственно, как оно должно выглядеть — это вот таким вот образом. Вторая проблема нейронных сетей, в принципе, что снова-таки, мы до конца, ну как бы, все, кто с ними работает, не очень могут понять, как они учатся и почему они выучили что-то определенное. То есть есть только как бы предположение к этому. И, например, ну одной из проблем может быть в том, что можно сгенерировать, зная, на чем вы учили нейронную вашу сеть, зная, какие фичи она могла выучить, вы можете сгенерировать artificial какую-нибудь картинку, ну то есть которая не является тем классом, которая сеть привыкла распознавать, которая будет ошибаться. Ну, например, вот это вот распознается как пингвин, а вот это вот как бейсбол, хотя, казалось бы, это не похоже. С этим, ну не то чтобы пытаются бороться, но это понемножку изучается. И, например, одним из предметов, появляющихся после изучения определенных фич, и что изучают нейронки, ну это Deep Dream, когда мы пытаемся какую-то фичу смапить назад, спропагетить назад на входящее изображение, и видно, что какие-то определенные… Ну, эта сеть, она училась на ImageNet, а в ImageNet очень много картинок животных, поэтому изначальная картинка, когда мы пропагетили назад градиент с выхода на вход на картинку, очень много таких вот как бы животных частей, похожих на мышь, либо же на хвост какого-то животного. Почему еще очень часто в Deep Dream вы видите глаза, ну то есть вот многие круглые объекты там превращаются в итоге в глаза, потому что в обучающем сете было очень много разных собак с глазами, там и вообще животных, и в принципе оно как бы доточено по большей мере на такие вещи. Окей, теперь мы знаем, ну надеюсь, что знаем, что такое нейронная сеть и в чем же отличие от Deep Learning. Ну, в принципе, если простыми словами об этом сказать, то не всякая нейронная сеть Deep Learning, но Deep Learning — это нейронные сети. То есть, в принципе, принято считать, что, например, рекуррентные модели, рекуррентные нейронные сети, они все относятся к Deep Learning, сложные стаки моделей, если вы используете одну сеть для каких-то определенных видов данных, потом подключаете к ней еще одну, которая превращает их в другие, это тоже Deep Learning. Ну и, в принципе, здоровые сети с кучей активационных слоев, вы не называете на всякий случай. Что же изменилось в 90-х годах? Во-первых, у нас появились новые алгоритмы обучения, то есть, например, RMS Pro буквально появился в 2012 году, до этого просто SGD учили сети довольно плохо, и мы не могли обучить сети с большим количеством слоев из-за затухания градиента. Следующий момент — у нас появилось больше данных, ну то есть ImageNet собран, и, в принципе, вы все, когда сидите в соцсетях, вы генерируете море данных в виде фоток, возможно, вы ставите теги, это все можно скрапить, это все можно обрабатывать и как-то использовать в обучении. Ну и дальше у нас появились мощные компьютеры, у нас появились тайтоны, кластеры из этих тайтонов, на которых можно их быстрее учить. Раньше этого не было, то есть GPU-компьютинг. Иллюстрация того, там я только что сказал, данные, генерящие данные различные ваши девайсы и кластер из видеокарточек. Окей, так, теперь про типичные задачи, которые мы пытаемся решать с помощью нейронных сетей. Самая простая задача — это регрессия. Это попытка предсказать какие-то данные по тем данным, которые уже на нас есть. И стандартный пример для этой таски — это предикт цены квартиры. То есть у нас есть площадь и количество комнат, например, два параметра. Мы пытаемся сказать, сколько эта квартира будет стоить. Это можно делать как более простыми моделями, типа линейной регрессии, так и нейронными сетями. То есть любой машинеллинг-алгоритм — это, в принципе, стандартный пример задачи регрессии. Иллюстрация. То есть у нас есть данные, мы строим модель и по ней, например, по размеру дома предиктим его цену. Это что происходит с реальными данными, потому что вот такой вот линейной зависимости в жизни редко бывает. И, собственно, мы тоже таки пытаемся построить модель и по ней предикнуть какую-то цену нашей квартиры. Следующая задача — это классификация. Это когда у нас есть какое-то определенное количество классов, и мы пытаемся сказать, что некие данные попадают в определенный класс. Например, это легко проиллюстрировать с картинками котов и собак, которые мы пытаемся классифицировать. Либо же если это текст, то спам, не спам. Можно сделать классификатор, когда вы будете анализировать ваш текст и в какую-то из кластеров его относить. Так, примеры классификации. Например, вот такая небольшая, ну, немного неочевидная задача — это компрессия. Она делается определенной архитектурной нейронной сети. Это автоэнкодер, когда у нас вход нейронки и выход, они одинаковые, и на вход и выход мы шлем одни и те же данные. Ну, то есть вот в этом примере это фотография мотоцикла. А внутренние слои таким образом обучаются за счет меньшего количества фич восстанавливать исходное изображение до конечного изображения. Ну, тоже стандартный пример. Его все в презентации всегда вставляют. Что происходит, если обучить автоэнкодер на лицах? На первом слое у нас изучатся какие-то очень простые признаки, вот типа edge или переходов из черного в светлое. На втором слое это какие-то будут уже части лиц. Ну, и на третьем слое это уже дженерик лица. И логика в том, что когда мы новое лицо сюда вот подаем, то из набора вот этих фич, потом вот этих, а потом вот этих, в принципе, можно сбилдить любое лицо из тех, которых сеть либо уже видела, либо не видела, если она хорошо у нас генерализируется. Фичи мниста выглядят так. Вот это вот, кстати, мниста, о котором я говорил, если вдруг кто-то его не знает. И логика снова-таки в том, что из определенного числа вот этих штришков, которые обучились на мнисте, мы можем нарисовать любую цифру. Ну, еще из таких более комплексных задач, которые возможно решать как классификацией, так и регрессией, например, это object detection. Ну, что такое object detection? У нас есть какая-то фотография, мы на ней хотим обвести рамочкой какие-то определенные объекты. И как это решать классификацией? Вы можете нарезать вот эту вот картинку на все возможные виды квадратов, которые вы можете придумать, и пытаться в каждом квадрате классифицировать. Тут есть собачка или нету? Тут есть стул, либо нету. Ну, либо же пытаться регрессией, предиктить сразу же координаты углов этого баунинг-бокса. Окей, по архитектурам. Архитектур, в принципе, сейчас существует очень много, они все со страшными сокращениями, но, в принципе, есть базовые вещи. Одна из самых простых базовых вещей – это стандартная fit-forward нейронка, когда у нас есть входы, есть выходы, есть hidden слои. Каждый нейрон из каждого слоя соединен со всеми предыдущими, и мы просчитываем данные с входа через каждый слой до выхода. Логика в том, что… Как мы выбираем размеры слоев? Hidden Layer вы выбираете как хотите. Если вы выбираете входящий слой, например, в картинке 3х3 пикселя, то это будет размером 9х1 вектор, потому что нам нужно каждое данное в виде светимости каждого пикселя подать в нейронку. Выход, например, если у вас два класса, и у вас картинки 3х3 пикселя, характеризующие котов и собак, то это будет два класса, кот-собака. Значит, два нейрона. Следующий вид архитектуры более стандартный – это сверточные нейронные сети. Частично эта идея происходит от того самого кортекса визуального котов. И идея в том, что мы пытаемся… Ну вот эта вся архитектура, у нас тут идет пять сверточных слоев и два fully connected. Fully connected устроена точно так же, как FitForward нейросетка. А свертка выглядит примерно так. Мы по нашему, допустим, изображению, потому что свертки обычно идут по картинкам, идем слева направо сверху вниз неким ядром. Ну вот желтенькое – это ядро. И из всех пикселей, которые есть в этом ядре, с помощью нашего кернела, кернел – это ядро, мы получаем одну цифру. Из этих цифр мы можем сбилдить новое изображение чуть более маленького размера. И количество слоев вот в этом новом тензоре будет равно количеству кернела, в котором мы прошли. Потому что вот такой кернел может быть не один, он может сворачивать нашу картинку в разные цифры. Ну вот еще одна иллюстрация, как это работает. Кернел – изначальное изображение. И мы, когда просчитываем через кернел этот кусочек, мы получаем вот одну циферку. Это не совсем к сверточным сетям, но, в принципе, неплохая иллюстрация. Кернел представляет собой обычный нейрон, на вход которого мы шлем, в данном случае снова-таки 3х3 – 9 пикселей на вход, получаем одну цифру. Каждый, если у вас 256 кернелов в сверточной сети, то это 256 нейронов, грубо говоря. Кернелы на выходе изучают вот такие вот штуки. Они чем-то похожи на те, которые изучаются автоэнкодерами. И это является чем-то похожим на фильтры. То есть данный фильтр активируется только на переход из черного в белое, вот под таким углом, вот этот в определенные пятна цветовые. В принципе, их там может быть много. Следующая более-менее стандартная архитектура – это рекуррентные сети. Вот это все – это не одна сеть, это одна и та же сеть, только в разные промежутки времени. И чтобы это все работало, нам нужно то, что предиктнул какой-то определенный слой либо же выход этой сети слать опять назад в эту же сеть на следующем шаге. Ну вот иллюстрация, как этот процесс происходит. И одна из стандартных архитектур, ну как бы видов рекуррентных сетей бывает много. Сейчас самый популярный модуль, из которого билдятся рекуррентные сети – это LSTM. Чем он отличается? Тут есть еще память. То есть смотрите, как это работает. У нас есть вход в модуль, у нас есть три гейта. Один из них, когда он активирован, у нас… Так, давайте так. Вот это аккумулятор. Он аккумулирует наш вход, и у него есть обратная связь на самого же себя. То есть, грубо говоря, каждый вход, он шлет на себя же и каким-то образом его плюсует. У нас есть гейт, который, если активируется, аккумулятор забывает, что он у себя накопил. У нас есть гейт, который, если активируется, то наши входящие данные в аккумулятор не попадают. И у нас есть гейт, который, если активируется, то данные из аккумулятора, который копит в каждый дискретный промежуток времени какие-то данные, он выпускает их дальше. И еще одна иллюстрация, еще одна иллюстрация. И рекуррентная сеть на LSTM-модулях выглядит примерно так. То есть у нас есть какой-то вход, который идет на каждый из этих модулей. Мы берем prediction каждого модуля, шлем дальше. Они могут быть многослойные и так далее. И чем это хорошо, то что когда мы помним или копим в аккумуляторе какие-то данные, то это нам позволяет работать с сиквенсами. Сиквенсы — это последовательности, где у нас каждое то данное, которое сейчас, зависит от всего того, что было до этого. Хорошим примером сиквенса может быть музыка, может быть исходный код Линукса, по которому пытались строить LSTM-сети. И, грубо говоря, они писали код, похожий на код Линукса. Он, конечно, не запускался и ничего не делал, но он был синтаксически правильный. Тексты, то есть очень много решений, которые генерируют вроде бы правильный, но абсолютно человека непонимаемый текст, похожий на бред шизофреника. Это тоже вот LSTM-сетями делается. Ну и просто, например, какой-нибудь график функции типа такого — это тоже последовательность. Мы экспериментировали. В принципе, у нас LSTM-сетка выучивала вот эту функцию. То есть если слать на нее первых пару чисел этой функции, то начинало ее дальше генерить, если ее уже выход зациклить на себя же на вход. Так, тулы. Чтобы строить нейросети, вам не обязательно быть ученым. Множество библиотек, с помощью которых можно это делать. И одна из самых старых — это TIANO. Что хорошо в TIANO? То, что, например, вам не нужно считать градиент вашей функции самому. Там есть функция, которая, грубо говоря, берет производную от вашей функции ошибки, и дальше вы ее можете пропагетить сами. Единственный минус такой TIANO — если вы хотите оперировать сразу слоями нейронной сети, у вас это не получится. TIANO, оно работает с тензорами. То есть вам самому придется билдить слой, описать какие-то взаимодействия, описать ваши функции активации, писать backpropagation — это алгоритм обучающей сети самому. Поскольку TIANO довольно низкоуровневый, то есть вам все надо делать самому. Есть обертки на него — это Keras и Lazania. Чем хороши Keras и Lazania? Тем, что вы оперируете уже не чистыми тензорами, а такими более высоковровневыми сущностями, как слои нейросети, определенные активационные функции, оптимизаторы. То есть вы можете делать что-то похожее. Например, вот пример на Keras, где вы говорите, добавьте там нам fully connected слой с такой-то активационной функцией, а добавьте еще один с такой-то активационной функцией, и вам не надо писать всю эту математику и расчеты, которая внутри. Torch. Torch, он чем-то похож, если вы на TIANO надстроите Keras, только один из основных его таких минусов для всех — он на Lua написан. Lua — это… Ну, если Keras и TIANO — это Python, то это Lua. Если вы хотите учить Lua, либо его уже знаете, то вам в Torch. Ну, C++ там в качестве API-шек, то есть там из Lua дергаются кернелы, которые написаны на C++. Ну, в принципе, основной язык высокоуровневой логики — там Lua. Ну, может быть, есть какой-то еще способ через C++ напрямую на нем писать. Я не пробовал, только на Lua пробовал. Кафе. Вот Кафе — это, в принципе, ближе к C++. Насколько я знаю, он больше заточен. Было, когда я с ним разбирался на сверточные нейронные сети, но, возможно, они туда всякого уже дописали. Из хорошего у них есть Store, ну, не Store, там они не продаются, их можно качать бесплатно, но модели готовые для ImageNet, для еще чего-либо, то есть целое хранилище. У нас есть TensorFlow, написанный недавно Гуглом, и одна из идей TensorFlow, что он должен быть проще, чем TIANO. То есть они как бы были inspired by TIANO, но написали что-то такое более человекообразное. Он чуть более высокоуровневый, чем TIANO, но чуть менее высокоуровневый, чем Keras. То есть здесь, в принципе, можете оперировать как слоями, так и тензорами, но некоторые вещи вам приходится все-таки писать самому. Так, это множество примеров, что мы делали на TIANO. И еще по поводу фреймворков, если поискать, то каждая более-менее уважающаяся контора пытается написать свой. У нас есть отличный фреймворк от Microsoft. Я не знаю, кто им пользовался, возможно, кто-то им пользуется, но все его хвалят, но никто никогда не пользовался. Расскажите мне, если у кого-то есть experience. А у нас есть что-то странное от Samsung, его одно время пиарили, но теперь я о нем тоже давно ничего не слышал. У нас есть в Ruby как неплохая штука от Nirvana Systems, называется Neon. И, судя по тому, что в комьюнити нам говорят, Neon — это самое быстрое, что есть, потому что эти ребята, они для сверточных слоев, они не используют куду, они написали свои кернелы, которые вроде бы как на обратной инженерии от NVIDIA состоят, и они быстрее. Так что, если хотите скорость, то вам сюда. Ну и, в принципе, что быстрее, что медленнее, стоит посмотреть вот на такой ссылочке. Там есть бенчмарки всех решений для сверточных сеток. Ну и, собственно, почитать, например, блог, не блог, а DevelopmentMedia.com, где они, в принципе, перечисляют все фреймворки, в которых их QDNN используется. А QDNN — это решение от NVIDIA для обучения свертки. Ну, к нему обычно нужно какую-нибудь обертку добавлять. В принципе, писательство фреймворков было одно время настолько популярно, что мы в своей компании даже слой писали. Я не мог не вставить слайд. Мы его уже давно не поддерживаем, но как память оно должно сохраниться. Окей. Примеры, в которых, в принципе, ну, как бы это реальные проекты, которые у меня были по поводу использования сверточных или глубоких нейронных сетей. Один из примеров — это был Object Detection, причем нам от нас хотели, чтобы он был реалтаймовый для задач ритейла. Нужно было, чтобы вы с мобильного телефона направляли на полочке магазина камеру, и вам подсвечивались, что за товар, и распознавалось, что, собственно, внутри. Proof of Concept мы делали на бутылках. Ну, я не уверен, что хорошо видно, но, в принципе, вот как-то так оно работало. Оно подсвечивало большинство бутылок. Мы считали, там получалось 90 с чем-то процентов, обычно не меньше. Некоторое пропускало, но, в принципе, такое. Один из проблем этого метода существует в том, что здесь очень много мелких объектов. То есть, например, если мы попытаемся решать эту задачу регрессией, то есть предиктить уголки нашего баунинг-бокса, в который объект попадает, то на больших объектов, типа собаки, кота и стула, как вот в том примере, который был, оно работает классно, на шкафу с множеством шоколадок, бутылок и прочей ерунды работает плохо. Второй способ, как я снова-таки говорил, это классифицировать, попробовать это, нарезать вот эту вот всю ерунду на миллион квадратов. Если я правильно помню, цифра получалась около 42 миллиардов квадратиков. Это очень много. Даже самые крутые расчетные машины будут это как бы пару минут обрабатывать. У меня есть демка, наверное, я уже не успею показать. Она реалтаймовая. Если кому-то интересно, можете посмотреть, как она работает в реалтайме вот тем вторым методом классификации. Он просто был немножко точнее, поэтому для демки мы записывали его, чем предиктить баунинг-боксы. Так, это пример, как еще можно делать. Ну, то есть в каких случаях предиктать уголки нашего баунинг-бокса лучше, чем вот то, что я только что описал с разрезанием. Ну, в принципе, с разрезанием на миллион квадратов всегда плохо, но в некоторых случаях это работает чуточку лучше. Фреймвык называется YOLO. Это один из state-of-the-art фреймворков для object detection. Вот ссылочка на него. Сейчас есть YOLO 2, скоро они paper выпустят, можно будет писать либо свою имплементацию, либо использовать их. Следующий проект это был anomaly detection. Я о нем уже на всех конфах почти рассказывал. Идея была в том, что у нас есть рентгеновские снимки, и нам нужно было определить, что что-то не так. Ну, там перелом какой-то, не знаю, у вас нет пальца, это тоже что-то не так считается. И вот такие вот вещи, это тоже не так. Чтобы это сделать, мы использовали автоэнкодер. Мы на вход и на выход сначала, когда обучали автоэнкодер, слали только здоровые рентгеновские снимки рук, там, черепов и всего прочего. И идея, ну, там у нас было 6 частей тела, руки, ноги, локти, колени, две проекции, головы легкие. Идея была в том, чтобы мы сделали нейронную сеть, автоэнкодер, мир, который состоит только из здоровых рук. Ну, допустим, только из здоровых рук. И, грубо говоря, когда вы пытаетесь ей послать больную руку, она ее отрисовывает как здоровую, потому что она никогда не видела больных рук. И дальше мы как бы, вот разницу того, как видит наш объект нейронная сеть, то есть это была просто картинка, и изначально изображение отнимали, подкрашивали красным цветом разницу, лепили назад на нездоровую руку и получали вот такое. Это работало. Вот фичи, которые изучил наш автоэнкодер, если пытаться их как-то интерпретировать, то, например, вот эта вот фича нам показывает это отсутствие мяса вокруг руки. Ну, то есть рентгеновские снимки бывают с разной степенью разрешения, когда мы снимаем более поверхностно, ну, я не знаю, как в терминах медицины это описать, то у нас видно не полностью просвеченную кожу. Если они как-то более грубо снимают, то там видно вот только кости. И поскольку картинки разные, то вот это вот отсутствие, вот это вот белых теней вокруг костей. Ну, там присутствие большого пальца, отсутствие большого пальца в этом месте и присутствие его тут и так далее. Как работал автоэнкодер? То есть в данном примере очень плохо, потому что рук под таким углом у нас в обучающем датасете было довольно мало, и поэтому он такой смазанный. Из интересных вещей конкретно на этой картинке, почему я включил в слайды, что нам восстановило вот здесь на безымянном пальце обручальное кольцо. Почему это произошло? Потому что в тех пяти или десяти картинках, на которых автоэнкодер учился, абсолютно все люди с руками вот в таком положении были с обручальными кольцами. То есть в принципе автоэнкодер решил, что обручальное кольцо — это признак здоровой руки такого положения, и его нужно дорисовать. Ну это просто стандартная нормальная картинка без каких-либо дефектов в определенном положении, отрисованная автоэнкодером более-менее. Это картинка, где я в Paint постирал разные части костей. Вот она отрисована. Тут в принципе… Ну как бы с компа видно, что тут восстановлены все кусочки. Они не очень точные, но они восстановлены. Еще одна картинка, где тоже восстановлены все пальцы, которые отсутствуют в изначальном изображении. Как это работает дальше? Ну собственно, как я говорил, мы отнимаем одну картинку конечной от другой, подкрашиваем разницу красным цветом и лепим на оригинал. Получилось у меня такое. В демке мне заказчикам не разрешили показывать, особенно правую картинку. Говорили, они могут обидеться. Вот это реальное изображение с переломом, которое нам в нашем сете, которое нам предоставили частично заказчики. Частично мы его в гугле понаходили. Ну вот тоже оно нарисовало пятном проблему. Ну а здесь дорисовало всю левую часть руки. Демку, как это частично работает, можно посмотреть вот здесь и отдельную презентацию на листов 40, наверное, там более подробно, в принципе, как работал проект. Может, там еще была задача классификации, что за часть тела. Мы не могли сразу на руках искать. У нас была отдельная нейронная сеть для каждого части тела. И сначала нам нужно было другой сеткой искать. Это там рука, нога, голова, а потом типа вступала в работу сетка, которая делала вот эту ерунду. Автоматический контроль. Я думаю, что все видели видео от DeepMind, где они играют в игры с помощью микса reinforcement learning, это обучение с подкреплением. Но если попытаться объяснить, что такое обучение с подкреплением, это куча детей. Он сделал что-то хорошее, ему дали конфету, он сделал плохое, дали подзатыльник. Так работает reinforcement learning. Его скрестили с нейронной сетью глубокого обучения и получалась штука, которая классно играет в некоторые виды игр на Atari. Мы пробовали писать свою имплементацию, у нас это тоже получилось. И в принципе, что доказывает, что любой человек, который хоть как-то с этим знаком, сможет взять пейпер и написать на своем языке программирование, если вам это нужно. Еще один пример с видео, как это работало. это простой reinforcement learning с более простой сеткой, без свертки. У меня работал на песочнице, где нужно было с синеньким квадратиком кушать зеленые точки и уклоняться от красных. Вот тут ссылка на видео, как это работает. Более усложнен. Ну, то есть это игровые примеры, это все отлично. В реальном мире, например, это можно использовать для управления автомобилями, когда снова-таки вы на данных следара, данные следара выглядят вот так, вот они довольно страшные. Вам нужно классифицировать, что за объекты вокруг вас, то вы можете обучить ваш автомобиль ездить в определенных условиях. Ну, тут еще довольно просто, здесь даже человек может понять, то, например, в таких данных следара очень сложно определить, что это за набор точек, и тут тоже нам могут помочь нейронные сети, которые будут определять и классифицировать объекты. Я знаю, что вот есть компании у нас в Киеве, которые чем-то похожим занимаются, и лучше всего у них получилось, у них лучше всего обучился чувак, который долго смотрел на эти снимки, определять, что он видит. Он мог по набору точек сказать, это кирпичная стена или бетонная. Просто Image Recognition это одна из штук, в которой мы тоже делали демку. А можем, кстати, демку запустить? Попробуй запустить, я пока расскажу. Как раз вчера был хакатон, где ребята ту же самую идею рассказывали. Мы хотели сделать очки для слепых, чтобы в ухо читало голосом, что сейчас находится перед человеком. Вдохновение у нас было. Есть такая готовая сетка на архитектуре, называется, по-моему, Nerl Talk. Можно даже скачать, наверное, видео и саму сетку обученную, и вот она вам будет голосом читать, что есть. То есть там демка, где я с картинками показываю их видеокамеру, в принципе, с шумом, там стоя далеко от нее, и мне читают, что у них находится словами. Ну вот про кота мне сказала Cat Animal, готовая обученная сеть. Мы хотели обучать свою, но пока до этого руки не дошли. Следующий проект, о котором я тоже рассказывал, вот в Харькове, например, это было улучшение скетчей. У вас есть кривая картинка. Вот она, откровенно говоря, кривая. Я ее срисовывал с настоящей картинки в планшете. И идея была в том, чтобы вот куча линий кривых рисовать одной линией, более сглаженной, что ли. Еще один пример, как это должно работать. Это из оригинального пейпера, который, собственно, тоже был вдохновителем данного прототипа. Вот у нас есть куча кривых линий нарисованных, как попало, и у нас определенный алгоритм должен отрисовать одну красивую клевую линию. Зачем это нужно? Потому что скетчи используются во многих индустриях. Например, в кинофильмах, когда снимают фильмы, сначала делают раскадровку, где художник, чуть ли не каждый кадр, прорисовывают, что у него должно происходить. И, в принципе, чтобы это подчистить, и оно было более приемлемо, это можно использовать. Как это происходило? У нас была нейронная сеть, которая пыталась определить, какие из этих всех линий, а у нас как бы сеть только видела наборы точек в линиях, принадлежат к одному кластеру. Сетка училась на вот таких вот данных, которые мы просто от руки случайно понарисовывали и разметили сами. То есть каждый цвет — это один кластер, в который попадает набор линий. И нам нужно было их разметить. Сетка была очень простая. У нас был вход из трех фич и выход. Это один кластер, либо другой. Наверное, не успею рассказать про фичи. Есть отдельная презентажка и демка конкретно по этому проекту, где подробно расписано, как оно работает, и вы по шагам, наверное, сможете это повторить. Так, и из последних задач, ну то есть я конкретно этого не делал, но из очень интересных, которые я сталкивался в пейперах, это скилл-трансфер. Представьте себе, что у вас есть определенный специалист, который что-то умеет делать хорошо. Он может создать датасет, на котором вы обучили нейронную сеть, которая потом будет подсказывать какие-то делать определенные действия человеку, который с этим никак не знаком и первый раз сел. В пейпере, в котором я это вычитал, это исследование проводилось на примере обратного маятника. То есть были чуваки, которые классно, ну, была написана песочница, где вам нужно было стрелочками влево, либо вправо, двигать каретку. Ну, то есть все знают, что такое обратный маятник. И там нужно вертикально держать палку, которая стоит на руке либо на каретке, и чтобы она не падала. То есть в случае с микрофоном его нужно держать вертикально. Чуваки, которые классно в эту игру играли, они пытались ездить и удерживать маятник в вертикальном положении, записали эти данные, обучили нейронную сеть, потом посадили человека в эту песочницу первый раз другого. И, собственно, сеть ему говорила, нажми лево, право, и он просто повторял за сетью, что она ему советует. Из интересных вещей, которые вот из этого вылились, в том, что стиль удержания маятника, его можно удерживать по-разному, либо маленькими движениями в лево, вправо, либо ждать, пока он заваливается и подхватывать. Стиль человека, которого учился нейронной сетью, обученной определенным другим человеком, начинал походить на изначального человека, который учил нейронку. То есть, в принципе, некий скилл-трансфер происходил. И идея была в том, что у вас есть куча экспертов, они могут обучить кучу нейронных сетей, которые будут учить потом вашего аппрентиз-джуниора, который захочет узнать какие-то новые данные. Так, inspiration. Почему стоит заниматься? Ну, например, в примере того же DeepMind, который, собственно, после пейпера, когда он написал DQN, его купил Google за 400 миллионов фунтов стерлингов. И, в принципе, это не очень большая камп-компания тогда была, не очень большая команда и не очень даже сложный пейпер. Ну, как бы они, я думаю, уже давно окупились, потому что делают они очень крутые штуки. Но что лишний раз доказывать, если у вас есть классная идея, команда, и вы, в принципе, что-то в этом понимаете, то вы можете сделать какой-то прикольный ресерч либо продукт, и им заинтересуются такие титаны рынка, как там Google, Microsoft, либо кто-то еще. Второй inspiration, он снова относится к деньгах, это венчурные инвестиции в стартапы, которые основаны на искусственном интеллекте. В 2010-й год, в 2014-й год картинку с 15-м, 16-м не нашел, но, как бы, если аппроксимировать этот рост, то, как бы, я думаю, очевидно. Ссылки, где можно почитать про разные вещи, о которых я рассказывал, и некоторые скриншоты, которые я вставлял в презентажку. Ну, и мои контакты, если кому-то вдруг по необъяснимой причине захочет мне написать. Дякуемо Игору. Спасибо за ваш доклад. Вы упомянули Луа. У меня, по-моему, очень простой вопрос по языкам программирования. То есть, в интерпрайзе там стандарты, де-факто, Java C Sharp, мобильный, Objective C, Java. Какие стандарты, де-факто, вот Deep Learning в этой сфере? Я бы сказал, что Python и частично, возможно, C++, если вы там используете Kafka. Ну, в принципе, все, кого я знаю, все, кто что-то делает, они используют в основном Python. Но если вам нравится Java, есть точно фреймарк по Java, он называется Deep Learning for J, ну, то есть DL4J. Можете поискать его, и там готовые нейронки, сделанные под Java. Я им не пользовался, но слышал про него пару раз. Еще питание? Туда. Вы где-то в середине доклада вскользь упомянули то, что раньше активно использовалась градиентная модель обучения нейронной сети, но потом из-за резкого усиления затухания градиента между слоями перешли на какую-то другую модель. И вот я не услышал, не успел понять, на что перешли, и как сейчас обучаются нейронные сети. Ну, скажем так, нейронные сети обучаются все так же, просто стандартный градиентный спуск, он получил множество накруток вокруг себя. То есть, например, RMS-проб — это, в принципе, развитие идеи градиентного спуска. А градиент не стал резко затухать, он всегда затухал, просто если у вас сетка с большим количеством слоев, это больше заметно. Раньше пытались учить только сети однослойные, и там такой проблемы, ну, в принципе, нет. RMS-проб. RMS. RMS-проб. Попробую еще записать это тоже против затухания градиента, методика. Это когда вы нормализируете то, что у вас каждый слой выдают перед тем, как его пихать в следующий слой. Давай, давай. Вы привели большое количество всяких фреймворков, которые умеют работать. Большинство работает с питоном, с луа, некоторые с C++. А скажите, когда это непосредственно применяется уже на продакшн, не для исследовательских целей, а когда надо что-то делать с хорошими результирующими данными, используются те же самые фреймворки или пишется что-то руками и используются приложениями. Ну, есть много способов это делать. То есть просто для того, что вы можете использовать API от того же Microsoft, IBM, либо еще кого-то, где уже это все готовое. Но, в принципе, вы можете написать на свой сервак свои решения и просто дергать их через интернет, и там вы можете использовать что хотите, питон там, что другое. Кафе точно есть билд под Android, вы можете прямо на мобилке его сбилдить и там пытаться что-то, ну, это библиотека, которая распознает, подгрузить в нее уже готовую обученную модель и пытаться что-то распознавать. Есть также методики по ужиманию нейронных сетей. Там небольшая есть просадка по точности, но вы здоровую сеть, которая работает медленно и долго, сможете ужать до приемных размеров, которые вы сможете вот напустить на кафе, допустим, на мобилке. Подробнее долго рассказывать.